Окончание этого строительства так ждут тысячи жителей микрорайона Солнечный. Школа на 1100 мест начала строиться в июне прошлого года и есть все шансы, что дети сядут за парты 1 сентября года будущего. В этом убедился депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, который совместно с представителями строительного блока администрации городского округа и местными депутатами-единороссами проконтролировал ход строительства объектов сферы образования. Это национальный проект в сфере образования, бюджетные деньги областные, поэтому мы, планируя бюджетное финансирование, обязаны проконтролировать, как оно выполняется. На сегодня строительная готовность школы в Солнечном составляет 73%. В здание подано отопление и полным ходом идут внутренние отделочные работы. Школа в микрорайоне Солнечный, она будет одной из самых больших в городском округе Щелково, рассчитана на 1100 мест. В частности, здесь будет один из самых больших актовых залов. Его вместительность 400 человек. Все идет в графике, тем более достаточно времени, если мы планируем в конце февраля закончить строительные работы, то для получения лицензии, для оборудования, для подготовки к 1 сентября достаточно времени. Единственное, что не получилось сделать в этом году, расширить дорогу, выходящую с улицы Заречной на Фряновское шоссе. Из-за отсутствия дополнительного финансирования эти работы отложили. Надеемся, что на следующий год мы обязательно добьемся финансирования, чтобы вот эту дорогу расширить. По планам также к новому учебному году должна быть готова школа в микрорайоне Жигалова. Она тоже на 1100 мест, и работы тоже идут без сбоев. Но степень готовности совершенно разная. Это здание начали строить только в марте нынешнего года. Монолитные работы по корпусу и кирпичная кладка выполнены на 80%. Работает на объекте 71 человек. По монолиту остались два больших зала. Это большой и малый зал, вертикальные конструкции. Техцы, на которых мы сейчас расположены, ведутся работы по устройству кровли, пирог кровли. Отделочная работа, штукатурка, стяжка сделана тоже на 80%. Постараемся до нового года закончить крышу. Производится работа в подвале. В подвале мы монтируем тепловой узел. До конца года постараемся замонтировать. Интересно, что школа в Жигалове строится по уникальному проекту. По словам прораба, она может стать основой для будущего строительства других учебных заведений в округе. Данная школа отличается кардинально от других школ. И по масштабу, по площадям застройки тоже большая. У нас здесь будет еще отдельный стадион. Там пока в настоящий момент находятся гаражи. То есть эти гаражи под снос. По итогам выезда Владимир Шапкин подготовит служебную записку на имя председателя Мособлдумы. Двойной контроль за возведением социально значимых объектов даст больший эффект. Помимо административной составляющей, наш депутатский контроль, он завершается именно фиксированием реального состояния дел, проблем, которые есть, ну и предложения по их решениям. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.